Американский образ жизни. Что это такое? Впервые узнали граждане Советского Союза в далеком 1959-м. Увиденное так потрясло первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, что он пообещал показать США Кузькину мать. Многие до сих пор ведь считают, что историческая фраза сказана была на Генеральной Ассамблее ООН. Но это не так. Все на самом деле произошло в Сокольниках на выставке достижений американского народного хозяйства. Все подробности у нашего корреспондента Андрея Михайлова. Советский лидер в рекламе американской газировки. Нонсенс, случившийся в 1959 году. Никита Хрущев попробовал напиток на американской выставке в Сокольниках. 60 лет назад в Москве впервые высадился десант из США. Сразу тысяча компаний. У Пепси-кола тогда был слоган «Будь общительным, пей Пепси» или «Будь общественным, Пепси поможет». По-разному переводят. И, значит, когда Никиту Хрущева подвели к этому ларику, он попробовал Пепси. Его сфотографировали, разумеется, и эту фотографию использовали в качестве рекламы. С подписью Хрущев учится быть общительным. О своей поездке во враждебную страну американцы даже фильм документальный сняли. Цветной. Показывали его потом во всех штатах. В Москве американцы с ответным визитом. До этого в Нью-Йорке уже побывала советская делегация. Тоже с выставкой. Одним словом, мерились достижениями. Начались вот эти качели. 58-й год. Хрущев едет в Пекин и вместе с Мао Цзэдуном заявляет, если империалисты развяжут мировую войну, они погибнут. Мы на грани войны. 58-й год, июль. Сентябрь, тайваньский кризис. Мы опять живем на грани войны. Нет, мира не было. Все время было вот эти качели. А потом новый поворот. Вот на этом самом месте 60 лет назад в кратчайшие сроки был установлен главный павильон американской выставки. Выглядел он как огромный купол золотого цвета. Высота 30 метров, диаметр 64. Внутри семь огромных экранов с фильмом о жизни американской семьи. Если в огромном куполе была представлена Америка идеологическая, то здесь Америка бытовая. Цветные телевизоры, роботы-пылесосы, холодильники. За шесть недель почти три миллиона советских граждан посмотрели на то, как живут простые американцы. Приехал и Никита Сергеевич вместе с тогда еще вице-президентом Ричардом Никсоном. Никита Сергеевич, он уже весь разодетый, в белом костюме, в шляпе, которую он не снимал даже в помещении. Он ходил, осматривал, так, а это пылесос. А что, он пылесосит? Да, Никита Сергеевич, пылесосит, говорят ему. Никсон тоже кивает. Ну-ка, дайте я попробую. Дайте-ка. Завели гостей и на кухню. Типичную американскую. С микроволновкой, стиральной и посудомоечной машинами. Чудо техники, о котором советские домохозяйки и не мечтали. Да и размеры кухни поражали воображение. Советские семьи ютились на кухне в пять квадратов. В то время полным ходом шла программа строительства знаменитых хрущевок. Самого Никиту Сергеевича американская роскошь задела. Видимо, до глубины души. Сколько она существует лет уже? 300 лет? 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет. Значит, существует, вот ее уровень. Мы 42 года, еще не совершилось. Еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед. Что-то резерве остается у нас. А? Что-то резерве остается у нас. Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствуем такое любезное. В пылу спора Никита Сергеевич выпалил. Мы вам покажем Кузькину мать. На кадр хроники это не попало. Выражение ввергло в ступор и гостей, и переводчиков. Никсонов перевели дословно. Что такое Кузькина мать? Они действительно подумали, что это новая ракета какого-то. Потому что мы делали так называемую царь-бомбу, там, в тысячу мегатонн, там, я не знаю, которая должна была взорвать полземного шара. И, видимо, вот Кузькина мать, это действительно, они решили, что это новое оружие такое. Вот. Поэтому действительно было даже дано задание узнать про Кузькину мать, и кто что знает. Царь-бомбу, которая появилась в Советском Союзе лишь через два года, американцы и стали называть Кузькина мать. Единственный сохранившийся в России экспонат той выставки – Плимут Бельведер. Кожаные сидения, электрические стеклоподъемники и коробка-автомат – мечта американца среднего класса. Машина попала для изучения на завод ЗИЛ. Машина была разобрана, там, ну, отрисованы чертежи полностью. Дальше что-то, какие-то узлы этой машины стали, очевидно, прототипом чайки. Советскому человеку в это время доступны только детище отечественного автопрома. Москвичи, Волги, а чуть позже – запорожцы. Новая модель значительно отличается от старой. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. Неудивительно, что сверкающие хромоамериканские Кадиллаки и Бьюики в Сокольниках вызвали настоящий ажиотаж. Если говорить о обычном среднем обывателе, то это был шок, конечно, потому что такой культурный уровень, он был, конечно, для обычного человека очень высокий. Интерес у советских граждан вызвал фотоаппарат, мгновенно выдающий готовые снимки. Очереди выстраивались и на показы мод. Неудивительно, музыкальное сопровождение там было то еще. В Сокольниках советские женщины чуть ли не впервые в жизни увидели чулки и шпильки, как, впрочем, и профессиональных моделей. Самое главное – произошла революция в быту. Если у нас меньше 10% населения имело к 65-му году холодильников, то уже к концу правления Брежнева это почти 90% или больше. То же самое в отношении стиральных машин, то же самое в отношении телевизоров. Вот все это произошло. Американская выставка определила и судьбу парка Сокольники. Большой купол стал павильоном СССР и простоял тогда 1983 года. Затем его разобрали, а через 8 лет не стало и самого Союза. Андрей Михайлов, Ксения Крихель, Роман Журавлев, Александр Александров, Ольга Соловьева. Программа «Вместе. Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова